У каждого примечательного места есть свои символы. Назовешь или покажешь такой, собеседнику сразу понятно, о чем рассказ. Сложились такие символы и у Соловков. Неповторимый архитектурный облик монастыря, кладка из исполинских валунов, каменные лабиринты, церковь-маяк, каналы озерной системы, соловецкий хлеб, соловецкая селедка, соловецкая чайка. И белухи, беломорские киты, полярные дельфины, которые выбрали небольшой участок моря у западного берега Большого Соловецкого острова в качестве места своего регулярного присутствия. Сотрудники Центральной городской библиотеки имени Михаила Васильевича Ломоносова предлагают поближе познакомиться с этими удивительными животными. Белухи, млекопитающие семейство дельфинов под отряд зубатых китов. Латинское название вида переводится как бескрылый дельфин, поскольку спинного плавника у белух нет, а русское название обусловлено цветом шкуры взрослых особей. Однако рождается белуха темно-синий, почти черный, после года становится пепельно-серой и только к 3-5 годам приобретает чистый белый окрас. Самцы белух крупнее самок и достигают в длину 5-7 метров, а весят до 2 тонн. Шейные позвонки у этих животных подвижны, поэтому белуха, в отличие от большинства сородичей китов, может поворачивать свою лобастую голову. Мозг белуха очень хорошо развит, а по количеству складок извилин даже превосходит человеческий. Биологи Санкт-Петербургского государственного университета, наблюдая белух на соловках, сделали интересные выводы. Оказывается, полушария мозга этих зверей также функционально асимметричны, как у человека. Выражается это, например, в том, что белушонок всегда держится слева от матери. Новый для себя объект белуха тоже обычно рассматривает сначала левым глазом, а потом правым. Белухи путешествуют стадами, организованными по гендерно-возрастному принципу. Самцы образуют группы и плавают по всему ареалу обитания акватории северных морей от 50-й до 80-й параллели. А самки с детенышами сбиваются в самостоятельные стада, которые навещаются самцами пару раз в год. Но преследуя рыбный косяк, белухи объединяются сотнями, забывая про дифференциацию. В зимнее время белухи держатся кромки ледовых полей, а если и уходят в зону оледенения, то в те места, где течение и ветер поддерживают разводья и полыньи. Известны случаи, когда белухи сами устраивали дыхательное окно, проламывая спиной лед. Толстая до полутора сантиметров кожа защищает белух от повреждений, а слой подкожного жира от переохлаждения. Весной белухи перемещаются к берегу, где обильнее пища и теплее вода. Одним из таких излюбленных мест проведения белушьих весенне-летних каникул стали берега Большого Соловецкого острова. О том, что белухи приходят к острову, прекрасно знали промысловики, для которых киты были ценной добычей. За один промысел добывали несколько десятков зверей, иногда более ста, но не брезговали и единичными трофеями. Охота на белух велась исключительно из-за подкожного жира. На Соловках промысел велся в двух местах – у западного побережья, близ мыса Белужей, и у северного – в Сосновой губе и у мыса Овсяников. За многие века таким образом было выбито значительное количество белух, что не могло не сказаться на качестве их беломорской популяции. В наше время вид белуха занесен в Международную Красную книгу, и, разумеется, всякая охота на этих китов сейчас строжайше запрещена. А человеческое присутствие рядом допустимо в дикой природе только в целях научного наблюдения. В середине 90-х годов прошлого века на мысе Белужей была дислоцирована постоянная экспедиция Института океанологии РАН имени Петра Петровича Шершова. С тех пор изучение белух ведется регулярно из года в год. Природа распорядилась так, что эти огромные морские звери два раза в день по мелкой воде подходят настолько близко к острову, что позволяют посмотреть на себя, изучить повадки, сделать ценные видеозаписи. Кроме того, здесь же на небольшом участке дно покрыто песком. Тем самым для белух создаются очень комфортные условия, а песок они трутся не только всей поверхностью шкуры, но и особо чувствительными местами. В максимум отлива расстояние между краем литерали и местом скопления белух не превышает 50 метров. С такой дистанции открывается завораживающая картина. Огромные звери грациозно выныривают из воды поодиночке и группами. Среди взрослых особей выделяются темным окрасом малышня и подростки. Звуки могучего дыхания наполняют воздух. Что-то неизмеримое, вечное присутствует в грациозном танце китов, который, к тому же, устраивается на бескрайней поверхности еще более давнего, чем самовечность, Белого моря. Ученые решили провести гидроакустические исследования с целью изучения языка белух. За разнообразие издаваемых звуков белуху иногда называют морской канарейкой. Известны порядка полусотни звуковых сигналов, которыми обмениваются эти звери. Часть информации передается щелчками в ультразвуковом диапазоне. Это своеобразный локатор, с помощью которого белухи получают точное представление об окружающих предметах. Помимо этого, они используют язык тела и даже мимику. У белух присутствуют особые мимические мышцы, которые позволяют им изображать улыбку. На сегодняшний день Соловецкая экспедиция собрала довольно объемный словарь акустического языка китов. Белухи – любознательные, общительные и контактные существа. Не проявляющие агрессии по отношению к человеку. Однако они весьма осторожны и пугливы. Поэтому активное вмешательство в их жизнь опасно тем, что они могут уйти от отмели. К сожалению, мало кто из любознательных путешественников и организаторов их маршрутов задумывается над этим. Мы с Белужей не закрытая, не охраняемая территория, хотя добраться сюда и непросто. Требуется либо заброска морем, либо довольно утомительный пеший переход через заболоченную местность Куликово болото. Хотя именно здесь пролегает единственная на острове экологическая тропа, по которой организован один из музейных маршрутов. Регулярного же экскурсионного трансфера на мыс не существует. А капитаны частных плавсредств нередко бывают невежливы, если не сказать невежественны, стремясь подвезти туристов как можно ближе к Отмели, причиняя тем самым китам беспокойство. Бывали дни, когда на мысу одновременно скапливалось до ста человек экскурсантов. Конечно, такую ситуацию нельзя назвать нормальной. Разумеется, никто не против того, чтобы люди приезжали понаблюдать за поведением Белув в естественной среде обитания, но делать это нужно небольшими группами, а не трехавтобусным форматом, создавая проблемы, как для самих туристов, так и для обитателей морской стихии. К тому же, белухи не единственные здесь представители фауны. На мысу расположилась колония крачек. В изобилии встречаются беломорские кулички-сороки, а этим птицам, особенно в период гнездования и выведения птенцов, уж точно не идет на пользу присутствия шумных людских коллективов. Уж если и налаживать на белужьем туристический объекту, то подходить к этому делу надо взвешенно. Но последнее слово в дискуссии о правилах и перспективе посещения мыса все-таки должно оставаться за самими белухами, потому что Белое море это их дом, а люди здесь всего-то недавние и незваные гости. Музыка 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 Музыка